Мы давай, пожалуйста, подключим Максима Гребенюка. Это основатель проекта военный омбудсмен. С ним поговорим про мобилизацию и про то, завершена ли она. Максим, приветствую. Привет, друзья. Пойдешь к нам в СЮР? Ну, что-то все-таки недальновидно. Вы хотите назваться «Союз ютуберов России». Достаточно признать Ютуб экстремистской организацией, то есть Гугл уже, по-моему, и запретить его на территории России, и все сразу автоматически вас придется закрывать. Поэтому лучше блогеров. Хорошо, мы обдумаем твое предложение. Расскажи, пожалуйста, как ты встретил новость о завершении мобилизации? Приносит ли она оптимизм в твои дни? Думаешь ли ты, что действительно перестанут разносить повестки, например? Ну, уже поступило сообщение о том, что тот, у кого была выдана повестка по мобилизации, как только Шойгу заявил о ее завершении, сразу же человек пришел в военкомат, ему говорят, а вы на самом деле не мобилизованы, вы доброволец теперь. Удобно. Без своего, так сказать, желания и стремления он вдруг стал добровольцем. Но, тем не менее, конечно, вчера Владимир Владимирович заявил, что ему надо посоветоваться с юристами, а надо ли вообще указ о том, об отмене, или вот достаточно того, что он сказал. Ну, как юрист могу, конечно, посоветовать, что, конечно, нужен указ. Об отмене мобилизации, либо о указ о демобилизации. Конечно же, без указа президента абсолютно ничего не меняется. Это все, пока действует указ, решается обычной директивой Генерального штаба о том, что спустить еще разнарядку на мобилизацию еще 300 тысяч. То есть, ну, это вообще не проблема. Заново теперь добирать сколько угодно, в том числе тихо, в том числе приказами какими-то секретными, ДСПшными, этими директивами. Просто спустить разнарядку опять в военкоматы и опять начинать добирать людей. И пока действует указ, это вообще не проблема. Но такое ощущение, что это не проблема, и когда нет указа, просто быстренько делаете указ, и после этого начинают добирать людей. Ну, я согласен с вами, но еще есть другие юридические последствия того, что указ продолжает действовать. Очень многие военнослужащие, действующие, мне пишут, у которых закончились контракты, у которых было состояние здоровья ограниченно годен к военной службе, у которых наступил еще другие основания для увольнения, но они не могут уволиться. Есть, которые негодны каким-то родам войск проходить службу там, то есть их направляют просто в пехоту, и они продолжают служить. И они очень многие мне пишут, что хотят уволиться. Вот, например, сейчас я готовлю исковое заявление по поводу того, чтобы подать... У человека закончился контракт в августе, и просто-напросто его не успели уволить, дали ему отпуска, а потом, когда началось 21 сентября, президент издал указ, ему сказали, мы тебя уже и не уволим. То есть контракт твой продлен автоматически. Вот мы подаем в суд, потому что должны были уволить раньше, чем указ. Но вот, тем не менее, он бы многое, конечно, решил, и я тем не менее еще считаю, что мобилизованные, которые не подписывают контракты, есть же те, которые многим же предлагают подписать, и кто-то подписывает, а кто-то нет. Вот, кто подписал, тот даже и после окончания мобилизации останется служить, ими доукомплектуют армии. А те, кто не подписывает контракт, я считаю, что у них появляется основание тоже пойти домой. Поэтому как-то так. Ну и раз уж Максим заговорил про ответ Путина, давайте послушаем с вашего разрешения, что именно ответил Путин про окончание мобилизации и необходимость указа. Министр Шагу, министр обороны, объявил о ее завершении. Стоит ли нам ждать вашего указа и по этому поводу? Да нет, я думаю, с юридической точки. Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по-другому по закону невозможно, но было сделано это по предложению Министерства обороны, это естественно, а сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами, кстати, поговорю, даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами я поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена, но она завершена, точка поставлена. Министерство обороны вообще-то... Мне одному показалось, что он как-то отползает от этого решения активно в сторону от взрыва. Это вообще-то Министерство обороны. Да, указ, конечно, мой, но это Министерство обороны. Ну, тут довольно часто фигурирует. Я сделала это по совету Министерства обороны, это было и в случае с мобилизацией, это было и в случае с ударами по критической инфраструктуре в Украине. Поэтому, да, тут такой тренд есть. Ну, я не знаю, насколько далеко нужно отползти, чтобы доползти до своей цели. Ну, и, конечно, удивительно, что президент России, который имеет немаленький опыт работы на этой должности, не знает, что то, что введено указом, должно указом и выведено быть. С юристами ему нужно быть. Кто у него юрист? Не знаешь, Максим? Ну, давай. У меня выслуга достаточно большой, юридический стаж. Вот я как юрист ему советую. Владимир Владимирович, нужен указ. Обязательно нужен. Возьмите Максима. Максима в юристы Путина, да. Да. Слушай, Максим... А адвокатом Путина будешь? Ну, не знаю, насколько далеко зайдет эта вся ситуация. Надеюсь, что нет. Да. Несмотря на то, что Путин планирует поставить точку, кажется, можно ставить запятую, потому что сегодня же начинается с просто обычный, давно забытый призыв на срочную службу. Как ты думаешь, насколько сейчас безопасно быть срочником? Ну, сейчас все-таки по поводу срочников я бы сказал, что достаточно небезопасно. Потому что пока Владимир Владимирович сказал просто у нас, что срочников не направлять в зону боевых действий, это его были слова, после которых у нас срочники попали в плен и погибли некоторые. После этого, конечно, все прекратилось. После Москвы у меня уже ни одного сообщения о погибших срочниках. Перестали их направлять. Тем не менее, это все держится просто на словах по телевизору Владимира Владимировича. Закон разрешает направлять срочников в зону боевых действий после четырех месяцев службы и получения военно-учетной специальности. Поэтому здесь тоже нужны какие-то либо поправки в закон, либо еще что-то. Но поэтому каждый должен думать, что могут и на новые территории отправить, очень легко служить. и на новых территориях, сами понимаете, перманентно могут вестись боевые действия. Поэтому здесь нужно, конечно, думать, есть ли у призывника основания для отсрочки. И все-таки, если у него есть желание получить эту отсрочку, лучше ее получать. И старые методы по поводу того, чтобы получить военный билет по категории В, они сейчас тоже очень такие, сами понимаете, что можно получить категорию В, а потом сразу же попасть в запас и попасть под мобилизацию, если она будет все-таки, если указа не будет. Поэтому здесь нужно тоже подумать, какая будет стратегия для того, чтобы получить отсрочку. Но вот пока человек-призывник, пока он подлежит призыву на срочную службу, он сто процентов не попадает под мобилизацию. Нужно вот это понимать. То есть или-или. Или мобилизация, или призыв. Но при этом его как срочника вполне могут отправить на так называемые присоединенные территории и по факту он окажется также на линии фронта. мобилизованных. пока вот таких сообщений до сих пор не приходит. Они все-таки находятся в Белгородской области, в большей степени в Курской, в Брянской. Оттуда очень много родителей пишут, а законно лето, что направлять их на границу. Я всегда отвечаю, что абсолютно законно. Поэтому сообщения о том, что они там на новых территориях пока не приходило, и о том, что они участвуют именно на передовой, тоже нет. Вот мобилизованных уже очень много на передней линии. Меня оттуда очень много уже пишут, а вот именно призывников не направляли. Но все может, все держится просто на словах о том, что сами понимаете, что войны не будет, мобилизации не будет, военного положения не будет. Да-да, ядерного взрыва тоже не будет. Ой, кажется, случился. Я вот еще захотела что-то спросить, а есть ли где этих срочников размещать? У нас, например, в нашей родной Самаре мобилизованы, размещены на Самаре-арене, такой стадион, который строили к чемпионату 2018, и их возят в ПГТ Рощинский для того, чтобы они пострелять могли. Есть ли куда срочников положить элементарно? Ну, всегда для этого больше как-то было внимание всегда у командования, всегда для роты молодого пополнения, которое поступало всегда для них выделялась отдельная казарма, карантин был, они находились в течение месяца там. Я думаю, однозначно будут зачищать какие-то казармы для них, в том числе мобилизуемых обязательно куда-нибудь в палатке лучше вытащат, чем призывников держать на улице. В любом случае для них найдут место, потому что это сразу общественный резонанс большой, они хотят, всегда старались срочников направить в нормальные более-менее условия службы, потому что это серьезно сказывается на репутации вообще армии, это все быстро очень расходилось в блогах. А можно мне новость самому прокомментировать? Конечно. Да, да, конечно. Только что Фонтанко и газета «Известия» опубликовали новость о том, что у нас инициативная группа депутатов, в том числе очень уважаемый депутат Картополов, бывший замполит вооруженных сил, они внесли законопроект о том, что за уклонение от мобилизации до пяти лет предлагаем несправедливо, что только уклонение от призыва у нас скаралась уголовными статьями, а вот уклонение от мобилизации очень нечестно и несправедливо по отношению к гражданам, поэтому справедливость восторжествует. Но это не про эту мобилизацию, это просто изменение в закон, на всякий случай, чтобы было чувство справедливости. Вдруг будет мобилизация когда-то в России? Еще одна. Но на всякий случай. Этот закон будет распространяться на прошлую мобилизацию не может иметь обратную силу. Конечно, она же уже закончена, как он может иметь обратную силу. Но можно начать завтра следующую. Вот, принять только сейчас закон сегодня, а завтра начать следующую мобилизацию. Удобно. она не закончена. Пока нет указа, я же советовал, Владимир Владимирович, вместе с вами. Он прислушается, я уверен, к совету, наверняка издаст указ о том, что она закончена. Чисто с юридической стороны, это закончены мобилизационные мероприятия по призыву граждан по мобилизации. Вот об этом может доложить министр обороны. Может быть, просто пока новых заданий и новых разнарядок не спускалось. Мобилизация не закончена, пока действует указ. Поэтому все может вернуться и теперь уже до пяти лет, если не пришел по повестке в военкомат. Это, конечно, очень интересно. Вот если я вдруг уехал, будучи мужчиной, в Грузию, это я скрываюсь от мобилизационных мероприятий или нет? Или мне просто в Грузию захотелось? Нужно читать статью, нужно читать конструкцию статьи и нужно будет смотреть подзаконные акты, но, скорее всего, по аналогии с призывом, как было, если человек уезжает за границу более 90 дней, не уведомляя военкомат, то если доказать, что у него был таким способом умысел от того, чтобы уклониться от призыва, то у него мог быть состав преступления. То есть даже не проживание по местам жительства, то есть не получение повесток, уклонение от получения повесток, если следователь докажет, что это было все с целью того, чтобы уклониться, то может быть теоретически тоже состав преступления. Проблемы были всегда с доказыванием, поэтому брали в основном, возбуждали дела, кто активно не являлся по повесткам врученным установленным порядком. Всегда по призыву было так. А вот по мобилизуемым вообще не было никакого состава преступления, и люди просто, многие шли, потому что либо хотели, либо думали, что будет уголовная ответственность, не могли представить себе, что нет никакой уголовной ответственности. Поэтому сейчас как в меме, знаете, а что, так можно было? Да-да-да, тогда вычеркиваю. Ты знаешь, еще один вопрос у меня, последний, я думаю, ты сказал, что много пишут прям такие линии фронт мобилизованные, о чем они пишут? Какие их вопросы и требования примерно там топ-3 обращений? Ну, вот в основном жалуются на отсутствие подготовки. Вот многие буквально неделю побыли на полигонах после мобилизации. Вот основная группа пишет, что вот неделю побыли, было одно или два занятия по огневой подготовке, где-то мы показали просто, как приводить оружие в боевое положение. Выдали им там карточки тоже пластиковые, то есть целый день, несколько дней занимались карточками зарплатными, оружием, выдачей имущества, то есть конкретно занятия буквально полдня проводились с ними. Максим, то есть они вообще-то говорят, мы воевать не против, но научите нас сначала, да, вот такие обращения. Ну, вы знаете, в основном мне уже начинают писать те, кто попал туда на линию соприкосновения, уже попали под обстрелы, и многие уже, ну, в основном это используют как повод для того, чтобы не участвовать, ну, так, если честно, откровенно сказать вам, потому что, ну, нас вообще не обучали, нас нормально переподготовьте, нам обеспечите нормальным питанием, обмуднированием, снаряжением, и все это в совокупности, в общем-то, они уже просто многие отказываются. Тоже мне фифа на курорт, что ли, поехали, питание вам еще сабмандирать, да будь в бою. Последний вопрос, Максим, субъективное мнение, после окончания периода срочного призыва возобновится мобилизация? Ну, все зависит от того, что у нас будет там происходить. Если люди потребуются еще, если с этими эти закончатся, пока действует указ, просто-напросто, я не думаю, что президент все-таки, я могу ошибаться, но президент, мне кажется, не примет этот указ об отмене мобилизации, потому что тогда очень много народу отхлынет, и смысл было тогда. Я думаю, что все-таки этот указ будет действовать до окончания специальной военной операции, каким бы образом она не заканчивалась, поэтому, если люди израсходуются и понадобятся еще, значит, спустят просто разнарядку, генеральный штаб спустит в военком, и мы будем дальше призывать, только теперь уже тот, кто не придет по повестке, тот заедет до пяти лет. А, потому что если он подпишет указ об окончании мобилизации, то нужно будет отпустить всех, кто был раньше мобилизован, правильно я понял? Как минимум тех, кто не заключил контракты. Вот здесь как раз таки всплывает, что многие писали, а должен ли я заключать контракт, и зачем смысл этого контракта, если мы и так мобилизованы и приравниваемся к контрактникам. Вот здесь как раз таки появляется смысл. Тот, кто подписал, есть подписывает на три месяца, есть подписывает на полгода, на год, вот они останутся служить. Просто так вообще всегда было сложно уволиться из вооруженных сил, тем более сейчас. А те, кто не подписал контракт, то при отмене мобилизации они должны быть демобилизованы. Поэтому я не думаю, что президент все-таки сейчас посоветуется с юристами, и конечно же юристы ему посоветуют правильный для него, для власти механизм действий, и конечно же этот указ. Я прогнозирую, что не отменят. Да, тут юристам действительно нужно хорошо подумать, теперь я наконец поняла, чего они так задумались-то вообще. Спасибо большое, Максим, что внес некоторую ясность в наш эфир. Благодарим за комментарий. Это был Максим Гребенюк, автор проекта «Военный обоцмен». До свидания, Максим. До свидания, друзья.